В Белорусском госуниверситете появится новая специальность. Интеллектуальная электроника вберет в себя последние достижения в области программируемых электронных систем, в том числе основанных на технологиях искусственного интеллекта. Набор планируется открыть с июня 2025-го. Предусмотрено около 25 бюджетных мест и несколько на платной основе. В Бобруйске на пересечении Лынькова и Орджоникидзе прошёл субботник. В благоустройстве города приняли участие председатель Горсовета депутатов Ирина Рынейская, члены молодёжного парламента при Бобруйском городском совете депутатов, молодые специалисты предприятий и организации города, учащиеся колледжей. В Бобруйске пройдёт единый день депутата. 3 октября с 10 до 18 часов граждане смогут прийти вне зависимости от места проживания на приём к депутату Бобруйского городского Могилёвского областного совета депутатов. Приёмы будут проводиться в горисполкоме, администрациях Ленинского и Первомайского районов. Телефоны для предварительной записи и уточняющих вопросов 68 00 13 68 00 29. Адвокаты ко дню пожилого человека проведут бесплатный приём. Юридическую консультацию можно будет получить в области трудового гражданского семейного жилищного права. Акция пройдёт во всех регионах страны в форме устных рекомендаций по вопросам, которые не связаны с предпринимательской деятельностью и не требуют ознакомления с документами. С 7 по 11 октября в стране пройдёт специальное комплексное мероприятие «Арсенал». Цель – предупреждение и пресечение правонарушений в сфере оборота оружия. УВД Бобруйского горисполкома напоминает, за незаконное хранение и использование боеприпасов взрывных устройств грозит уголовная ответственность с лишением свободы сроком до 12 лет. Лица, добровольно сдавшие «Арсенал», освобождаются от уголовной и административной ответственности.